Приветствую всех на канале Волкварт Геймс. Это военная игра с Волком. Продолжаем проходить игру Мафия. Сегодня нам предстоит ограбление банка. Напоминаю, что наши герои, так скажем, недовольны той ситуацией, как мистер Сальери распределяет доходы нашей преступной группы. И решили своеобразным образом восстановить справедливость, то есть взять и ограбить банк. Собственно говоря, мы уже сразу здесь и находимся. Так, давайте сразу готовим оружие. Сейчас поле объявит. Внимание! Это ограбление! Ложитесь на пол и все будут здоровы! Рассказал на пол! Все! Развини с охраной! Так. 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 Вот тебе угадок! Быстро и круто все будет! Тип-топ, я обещаю! Так. Мне нужны ключи от сейфа быстро! Сэр, ключи от решетки здесь, но ключ от сейфа есть только у менеджера. Где этот хренов менеджер? Он наверху, в своем офисе. Ключи. Пожалуйста, не убивай меня! Так, что у нас 5 минут на все. Так, наверх. Пожалуйста, не убивай меня! Так. Менеджер. Нет, жалься, не убивай меня! Менеджер. Офисе. Офисе. Директор. Ты директор! Ключи от сейфа быстро! Они здесь, в шкафу. Только не убивай меня, у меня семья. Так, есть. Так и знал. Так и знал. Ага, вот лестница вниз. К сожалению, миссия на время и не дают нам. Не дают нам полюбоваться. Красоты. Так. Сейф. Комнат-депозитарий. Ага, вот, собственно говоря. Так. Опа! Спрятался. Так, где-то. Так. прямо здесь так и не подожди это депозитарий депозитарий тут нужно хранилище где именно деньги находятся депозитарий депозитарий ячейки клиентов а вот дежурка классно кстати у них так а вау прекрати орать немедленно прекратить никому не двигаться вместе с пулей не гоните в клуб полермо у нас время идет до я так понял приезда полиции что там кого-то стреляешь пожалуйста не убивай меня блин ты чё не убивай меня поле дурак и зачем понятно время тогда нам зачем или нам за это время еще и уехать на да нет видимо за это время полиция должна была приехать я так понимаю так полермо это рядом с кинотеатром в прошлой серии там специально смотрели а и и и и и и и но тут напрямки как видите стоит просто вниз спуститься и что проблемы нет за нами даже погоди нет вот это место мы молодцы всё и чего а ты открываешь или имеется ввиду что я тут не помню такого блин вот камер при переводе в заднее положение многоступенчато так сюда теперь мы погасить он сработало точно так и есть что теперь переоденемся чтобы коп у нас не вычислили и положим капусту в портфель ладно а что будем делать потом про бабки никому не говорим выспись завтра подумаем что нам делать капусты я возьму их с собой чтобы сара не нашла ясно только не вздумай сбежать деньгами слинею прямо на гавайи даже не пытайся найду тебя и засуну этот портфель со всеми его железками тебе прямо в глотку я подумаю над предложением так деньги из банка мы на время спрятали у поля мы не могли начать их тратить сразу и договорились что на завтра я загляну к нему и мы обдумаем лучший способ вложения денег у меня были горы идей насчет того что сделать с ними а еще меня здорово интересовало какие планы на них у поля о господи это что еще за херня поле поле господи бабки где же бабки черт все пропало просто кошмар какой-то поле сам это том поле убит я я господи я так и знал дом ты в заднице я хотел предупредить поле сальери узнал о банке и решил что этого нельзя допускать я не успел вовремя дом ты должен быстро исчезнуть сэм я я не знал что все так серьезно я что мне делать я не могу бросить сару и ребенка ладно ладно том я помогу тебе мы должны где-то встретиться но для тебя теперь почти везде опасно лучше встретимся в городском музее ладно хорошо я буду там очень скоро я спасибо понимаешь поле лежит разобранной на запчасти и я не знаю куда пойти все путем за мной еще должок спасибо сэм вот так вот друзья у вас встреча сэмом городской галереи искусств по пути можете заглянуть желтому псу но собственно говоря здесь его видимые убили вот так вот закономерный итог жизни бандита полиция это не вариант с ними рубиться я думаю сдаю боли даюсь морду разворачу давайте ладно я понял надо ублюдок достреляйте уже елки-палки но все проблемы то он елки-палки но специально перед тремя людьми встал и они фиг меня попадают деть так то есть нам нужно деру дать так и они скорее всего так но это я не помню просто 10 нет а что то тогда надо делать куда деваться по идее это они не должны меня хотя сейчас они все задержат по подозрению в совершении так скажем криминалистов какой-то ну короче детектив у них это самым местом ну как у нас опера у у них детективы понятно то есть это если бы они меня в квартире застукали то тут был без вариантов так поехали на полицейской машине но наша базу уже все здесь отрезана там даже ворота закрыта и для нас теперь вот я не помню только какие то есть патрули так скажем бандитские или нет не патрули смысле а еще вот все видите наши ворота нашей базы закрыта и и теперь все что мы можем сделать это так это поехать собственно говоря поэтому как в желтом псу поехать надо обязательно потому что него это оружие а вот на полицейской машине значит нас нет не останавливают короче за превышение скорости насколько я понимаю хотя странно да конечно они должны друг друга знать работают в городе ребята блин пустите но и вот неожиданно да такой поворот сюжета то есть я вот сам вы будете ехать нет а вы там чувство и тут как знаете в первый раз я помню когда проходил игру это вот как говорится мешком по голове то есть игра так плавно развивалась развивалась то есть все хорошо было и на тебе в один прекрасный момент вот такая вот ерунда то есть смерть поля для меня вот при прохождении игры первом для меня самого она шоком явилась то есть я совершенно это не ожидал не давай то он так поедет перестраиваются любители интересные есть нет мы сначала нет мы сначала осторожно собственно говоря игра у нас на финишной прямой я не знаю сейчас за этот за эту серию у нас все закончится или нет не помню точно последовательность тут событий которые остались в игре в любом случае играть осталось уже недолго ну то есть собственно говоря вот этот вот это вот встреча да в кафе когда мы комиссару полиции предлагаем сдать банду она вызвана не тем видите что у нас совесть там взыграла а вот банально тем что нас собственно говоря свои прищучили на ограбление того банка который не не санкционирует так скажем действий банк банк может быть и не и принадлежал сольере ну в смысле не контролировался и тем не менее такие действия без команды руководителя они как видите наказуемы самым жестким образом за что в общем то поле поплатился жизнью и мы сейчас в бегах в общем в родном городе в общем в родном городе это более интересные моменты когда дотягиваешь ну на скорости понятно до верха и падаешь в воду оттуда потому что не успели половинки либо сойти если расходятся так давайте вспоминать где у нас тут вот сам так найти потому что да я помню в прошлый раз говорил что глюк в игре да был и местоположение его потерялось нет это не глюк это вот этот как раз уровень то есть я просто немножко забыл последовательные события то есть видите метки на магазинчике на вот этом самом где желтый пес оружейник находится его просто нет метки там поэтому надо разыскивать самостоятельно ну и жар конечно вот несмотря на то что я в них ну это у меня четвертое наверное прохождение по сути игры так четвертое вроде как подожди четвертое прохождение игры и все равно жалко что игра заканчивается я бы не играл бы и играл бы то есть подкидывали просто сюжет новый так так кинотеатр да кинотеатр вот на брюхо не посадите ну как видите опасность на словах в принципе откройте откройте засады тут нет никакой а это я вот и входи ну я так понимаю что и бертони тоже сейчас к нему попробуем за их но он тоже скорее всего все хотя странно одного угона машины который я помню его почему то не было привет сынок как там поживает поле поле мертв что же значит поживает он нехорошо мир его праху знаю тебя я надеюсь что он хоть в гробу отдохнет а так ваша маленькая дельца провалилась похоже на то ладно тогда тебе нужно оружие верно я говорю я вижу ты никогда не забываешь о деле конечно нет это было бы большой ошибкой ладно покажи что у тебя есть так 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 но берем 911 кольт вот этот нам нафиг не нужен так смит уэссен магнум обычный смит уэссен томпсон так помпа виктор и спринт спринтфилд я думаю потому что спринтфилд мы нигде потом просто не найдем так 911 а ну да спасибо вот деньги большое спасибо надеюсь что ты найдешь этих ублюдков более это понравилось бы приветствую тебя чем могу помочь на этот раз молодой человек так так кого это смит уэссен полицейский кольт так что у нас еще понятно мы не сможем взять так раз два три четыре ну все ну помпа вик скорее всего где то мы разживемся и так все друзья спасибо хоть вы не в нашей банде оказались так быстренько садимся в машину так и едем давайте тут посказали бы конечно что в бертоне можно завернуть так что скорее всего в бертоне сейчас тоже все закрыто и его самого там нету сейчас проверим вот да в какие моменты лучше передвигаться тут полицейской машины как видите ее не в нас не останавливаем да в какие моменты лучше передвигаться Вот такую машинку не угоняли. Вот желтенькую. А она должна была стоять в этой самой. Так, ворота закрыты. Да. А, стоп, подожди. Нет. Лука! Лука! Лука, друг! Так и есть, и не без причины. Мои дела совсем плохи. Что случилось? Не важно. Мне сейчас просто нужна хорошая тачка. Посмотрим, что тут можно сделать. Отлично. Что я могу сделать для тебя? Ты должен найти одного парня. На нём висят большие деньги. Там и мне, и не только мне причитается. Где он прячется, ты знаешь? Одна уличная проститутка носит ему еду. И, ну, ты сам понимаешь. Только никто не знает, где он сам залёг. Ты должен найти её и узнать, где прячется этот парень. Тогда я найду его и получу свои деньги. А где мне её найти? Она работает в отеле, который ты так круто разнёс в 32-м. Если подождёшь её там, она наверняка приведёт тебя на место. А потом? Когда она пойдёт домой, вернись сюда и расскажи мне, где она была. Ладно. Так. У вас... Так. Следуйте за женщиной... Подожди. Ну, куда так быстро? Следуйте за женщиной, выходящей из отеля Корлеоне. Она приведётся человеку, который должен в Луке деньги. Значит, мы придём, сообщим об этом Луке. Луке даст нам наводку на машину, короче. Вот такой набор. Так. Давайте винтарь оставим, потому что я боюсь, что он пропадёт. А спрингтилд винтовку мы нигде просто не найдём. Тогда всё правильно, да. И он нам даст вот наводку на вот эту машинку. Жёлтенькую. И мы тут будем её угонять. Она находится в районе Чайна Тауна, где выезд на аэропорт. Ну, здесь без времени, так что сработает всё, когда мы туда подъедем. Эх, так жаль, расставаться с игрой. Вот, честное слово. Она мне даже не надоела вот за... Вот и классика. Классика видеоигр. Не видео, в смысле, а компьютерных игр. Так. Ну, отель впереди. Так. Это она, нет? Нет, это не она. Надо развернуться. Полетели к машине следить, конечно. Это должно быть она. Где, где, где? Покажи. А, вот. Разворот камеры, конечно. С момента перехода. О, хорошо. Так, мы должны за ней просто... Слежка такая интересная получается. Гудеть я не буду. Вдруг сейчас задание сорвётся. Следуйте, приведёт вас к человеку. Так, ну где же этот человек? Я надеюсь, он там... В неулюдном каком-то месте находится. А, всё, близко нельзя подъезжать. Ну, это полиция, ёлки-палки. Вы же бандитам деньги должны. Почему полиция это боится? Не, не здесь. Так, терять из-за нельзя, главное. На туфице таких тут входит одинаково много. Так, дело осложняется. Так, а, пойдёт она наискось сейчас. Главное, из виду не потерять. Тропинки уже нагло, совсем за ней ехать. Вот мы здесь. Так. Аккуратно, аккуратно. Всё, штан. Вот она идёт. Почему на этой базе не сделали они симулятор поли... Ну, не на этой базе, но вообще, ну... Блин, все задатки есть для этого. Город, блин, машины. Ну, всё. Нет. Бандиты, бандиты. Зачем ты следишь за мной? Чего тебе надо от меня, скотина? Что, задание провалено? Нет? Да я вообще сижу в машине, что ты? Ещё обругал. Так, он не в церкви, наверное. Я... Так, ну я надеюсь, она пешком не пойдёт сейчас в другого района. Где-то здесь же тоже, ну, хотя, здесь же где-то, собственно. Сейчас она чуть-чуть отойдёт. Потихонечку. Главное, момент высадки, оружие не засметить. Похоже, что я попал прямо в яблочко. А, и всё, да? Тут не надо заходить даже. Полицейский. Так. Заразно. Не мое? А, нет, все, это просто... Так, мы поехали к Луке. О, как жаль, жалко с тобой расставаться, а? Просто вот обидно. Сейчас... Получим задание, надо посмотреть сколько там по времени прошло. Я просто не знаю, все таки еще одна будет серия. Что ж я раньше-то не пользовался полицейской машиной для того, чтобы быстро по городу ездить. Мне казалось, что и на полицейской они тоже гоняют, ну, останавливаются по повышению скорости. Оказывается, нет. Так, заезжать надо строго туда. Так... Лука! Так, где? Так, где? Я нашел его, Лука. Он живет в деловом районе, на углу, за церковью. Фантастика! Она тебя видела, когда ты шел следом? Нет. Так где же моя машина? Ты наверняка знаешь, где в этом городе продают подержанные автомобили. Это возле Чайна Тауна? Верно. Ты найдешь ее там. Улучшенная модель спортивной машины с приводом на передние колеса. А чем она лучше старой модели? Мощностью, сынок. Хотя, на первый взгляд, она выглядит так же. Акселератор у нее гораздо лучше. Когда будешь угонять ее, смотри в оба. Эта машина принадлежит хозяину. А у него во дворе есть злые собаки. Я справлюсь. Так, угоните Тор 812 с рынка в Чайна Тауне. Так, только вот я хоть убей, не могу понять, нафига там эта машина, если у нас уже все. То есть для чего она нам нужна? Для того, чтобы она просто в большой прогулке, что ли, была доступна. Потому что больше нам ездить, то, собственно, по-моему и не придется. Как мне помнится это дело. Вот покажусь. Выelli işi. Это время. Затем дальшем он 립он. Там нет еще таких вещей. У них можно посмотреть на каком лице лице Rutki. они разъехались, по парку здесь не побегал коллеги, да, типа пар такой интересный, хотя бы она глазочком один раз кстати по траве машина едет просто и он сносит, боком даже ладно, не будем усугублять, а он видите, я даже не подруливаю, ее саму несет ну, в общем-то я хочу сказать, что в мафию можно, в принципе, еще разок будет, ну, не под запись, конечно же, а так чисто для себя можно и еще разок пройти будет, даже годика через два-три наверно, потому что игра реально не устарела так, а здесь вот где-то эта стоянка какая-нибудь там машина, в смысле собаки, ну вот стоянка вот эта вот там справа угу, а вот он там стоит так так, друзья а вон собаки а вот машина, а вот оранжевая так ну да, юзан карс юзанные кары, короче, подержанные машины так а шо ж нам с собаками-то делать так, ну замок я вижу это че, нам получается прямо посреди города тут борьбу, что ли, устраивать так, и надо где-то, ребята, винтовку скинуть наверное, где-то вот здесь ее и надо скинуть так сейчас сейчас будет у нас хитрый план так так, полиция у нас не было быстро ствол, 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 ствол так винтовка не моя, типа ствол, ствол, да погоди ты елка пол тупо 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 терминатор собака терминатора жидкого металла сушь решеткой пролезает так ну там понятно тоже у нас та же ерунда блин, наша штука со стрельбой получается обиды интересно, нельзя хоть обиду надо было битым взять иди, иди, иди здесь а машина интересная не знаю не знаю ладно по счастью не услышали собачки извините дай дай ребята и никогда не делать этого это все игра дурные примеры прямо на нас так пока он идет давайте сейчас глянем сколько у нас там по записи идет так а идет так успеем пока он оторнулся быстрей 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 так так прошлое прохождение помню что это было тут значительно более так скажем с точки зрения экшена залихватски все это с пальбой так где у нас полицейский сюда сейчас там винтовку надо подобрать все машины туда так и теперь аккуратненько так это наверно для режима прогулки большой я так понимаю критичного как не то что критично важно важен этот автомобиль так прощай опять неуязвимость конечно 60 . да 60 так давайте даже так настроить управление нет ограничения скорости машина так ограничение скорости f1 тебе допустим так сейчас мы едем чёрт возьми выперся дачник какой-то панам конечно пришпоренный такой режим тут движок такой я не знаю километров там 200 проблему здесь собственно говоря в городе можно сказать общероссийская проблема то есть скоростной машины везде тупо негде здесь еще режим ввели бы ям на дорогах это вообще было прелесть но что у меня сегодня нет ничего для тебя там я знаю что собственно и все но теперь друзья выдвигаемся и 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 уди ц adjourн они тут стоят что-то случилось но это как в реальной жизни смотрите доску траву я выстрелась то есть какой-то дурак типа учредитель новейца эти тысячи людей не могут проехать ну смотрите, травой стоят вообще а что там интересно случилось? я не пойму да ёбка странно а че остальные стоят? или уже разрулилось? ну вроде на кого ехать как-то вы знаете, вот так не хочется ехать сейчас к этому месту, вы не представляете просто не представляете я еще здесь не походил там не походил, там не поездил черт, ребята ну, собственно говоря, мы на месте встречу в городском музее собственно, вот и и все так нас сразу не убьют тут с порога не с места, козел! вот дерьмо сюрприз ты не это случайно искал у Поли? сэм, что случилось? я думал, у нас встреча наедине концепция изменилась, Тон я должен был решать, на чьей я стороне и, извини уж, оставаться на твоей было бы самоубийством а убивать других мне нравится больше так ты убил Поли ну, скорее я был орудием убийства то же самое и в твоем случае этого я от тебя никак не ожидал, Сэм ну, а я доволен похоже мне чертовски везет я нашел сумку с деньгами так мочить своих корешей значит весело может и мне стоит попробовать? идея ничего, но ты, наверное, уже не успеешь никогда не поздно начать у тебя совесть есть вообще? совесть здесь ни при чем это бизнес и ты уже много раз нарушал неписанные законы, Том может мне тебя и жалко, но в бизнесе нет места жалости что-то я не заметил, что у семьи из-за меня были проблемы да ну ты что хотел, то и творил, Том ты не убил Фрэнка ты отпустил ту шлюху, а потом еще этот банк нельзя делать как знаешь потому что ты не знаешь ничего ты не осознаешь последствий своих действий то он голова ну ты с головой никогда не дружил может тебе он и нужен а мне нет, у меня своя голова на плечах по мнению Дона Сальери он не собирается мотать срок из-за твоих каких-то там чувств а я полностью согласен с его мнением Дону Сальери ты правда нравился, Том да и мне тоже мы вместе поплачем на похоронах ублюдок ты несчастный, Сэм и мне тебя жаль зато я жив жаль, что ты не сможешь потратить эти деньги не переживай, мы что-нибудь дадим Саре знаешь, одиноким матерям трудно в наши дни Дон позаботится о ней он не такой уж чудовище, как ты себе вообразил прощай, Том ты был хорошим товарищем позаботьтесь о нем как следует, парни и будьте добры, не заставляйте его мучиться он ведь мой кореш так ну хотя бы этих теперь мы сразимся как мужчины так мы тебя найдем весь давай, где хочешь голосом поле разговариваешь интересно так ну есть предложение последнюю схватку просто тут реально очень трудно его проходить тут не маленькая у вас проблема у вас не маленькая ребята проблема это лучший боевик между прочим группировки группировки с Алиэли честно говоря все что из этого уровня помню еще один это то что его очень трудно проходить это то что его очень трудно проходить собака через колонну в колонну все наверное летит в колонну в колонну за рано в колонну в колонну Чуть ничего не нашли, ну скажи, что начнём, так, Спринфилд, Доллары. Так, идти нам явно сюда, да? Так, а что нам надо? Убейте всех. Понятно. Ну, третье ружьё нам всё равно не дадут, так что... Так... 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 А чё по музею не так не походить было? Так... 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 Ну... Так... Мы, наверное, отложим на заключительную уже конкретно часть. То есть я не помню, чем она закончится, но конкретно будет за ней что-то или еще. Так, ну на этом, короче, все по этой части. Будет последняя заключительная часть мафии. С вами был Волк. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем спасибо. Спасибо.